всем еще раз привет здесь не в комментариях написали что я тихо тихо говорю как бы ну говорю как как могу я пересмотрела видео в принципе я я все прекрасно расслышала вот хочу показать вам свои гортензии метельчатой которые у меня сидят в открытом грунте у нас уже холодно видите поэтому нижние листья начали уже желтеть как она красилась это сорт получается vims red она окрасилась вот она сейчас имеет вот такую окраску уже скажем так грязноватую как бы хотелось бы больше более яркую конечно она себя в полной красе не показала она окрасилась побеги полностью вызревшие сильные сильные побеги была низкая обрезка сидят они сейчас покажу это немножко в сторонку это забор здесь у меня девичий виноград по краю посаженная стиль бы с хвостами чередовала я здесь их получается 2 ели эти ели красотки солнце весь день за забором ну и соответственно весной здесь снег тает намного позже здесь если еще научат на участке уже снег растаял здесь он еще лежит поэтому картинки здесь посажены конечно они просыпаются позже чем остальные те которые посажены на солнечном месте ну и соответственно цветение все немножко переносится при том что было очень низкая обрезка вот я ее уже показывал обрезку эту вот ну это vims red по сорту вот она такая сейчас стала немножко могу сфокусировать такой немножко грязноватый вид имеет розово грязноватый возможно здесь и просто не хватило солнышка а саму окраску гортенсия начинает менять то есть это сортность гортенсии те которые вот в красный уходят там в розовый со сменой температур ночных дневных дневных то есть когда дневная одна температура начинает резко падает тогда гортенсии начинают окрашиваться чему доказательства то есть она у меня белая стояла до последнего вот и сейчас вы только с учетом того что у нас ночные очень холодные стали она начала окрашиваться в такой цвет надеюсь следующем году на меня порадует побольше сейчас еще покажу вам гортензию которая также посажена здесь вот в этом месте это полярный медведь вот такая красота он мне причем выдал вот эти вот два побега больших такие соцветия конечно что могу сказать место многое имеет значение место посадки здесь было также очень низкая обрезка но гортензия не успела такая красота прошлом году я ее не трогала я ее как купила она мне в горшке стояла но мне отцвела в этом году я ее обрезала очень низко также есть видео вот она выпустила огромные побеги один метр 2 там чуть больше метра ну и соответственно зацвела на позже такая красота причем она выдала заложила цветочные почки везде раз-два-три не заложила только вот таких вот небольших побегах что могу сказать могу сказать что у нас на урале при такой низкой обрезке конечно лучше садить гортензии либо на открытом солнце либо чтобы это место было хотя бы полдня солнца допустим до до обеда здесь сторона не солнечная здесь тень здесь только очень рано утром солнце и все но часов наверно после 11 она уже уходит она уходит она вот на той стороне там вечером уже его нет потому что здесь мешает соседская здесь ранетка по моему тень состоит ну и соответственно все сроки цветения у нее отложились при низкой обрезке если бы я ее не обрезала нам бы у меня процвела но не было бы таких вот побегов сильных и мощных вот в следующем следующей весной я также сделаю обрезку посмотрю как на 2 или на 3 пары почек вот и посмотрим как если у нас сейчас конечно там будет какой-нибудь типа бабе лето осенью то возможно она еще успеет раскрыть все свои бутончики пока вот так ну чувствует она себя здесь тем не менее очень хорошо вот в общем делаю выводы такие южный урал там где у нас начинается как бы не сильно рано весна и начинается рано осень гортензии лучше садить на солнечном месте либо это место должно быть допустим полдня солнца полдня день то есть вот так вот и при низкой обрезке она успеет зацвести успеет окраситься вот такие тела выводы конечно если южный регион где осень еще продолжается там чуть ли не до ноября можно и гортензии садить более тенистых местах чтобы они наоборот успели процвести и окраситься посмотрим покажу видео если если она зацветет если она раскроется обязательно сниму видео пока вот такая вот красотка конечно здесь и всего хватает но не хватает похоже солнышко еще хосточки сортовые потом паху по хостом сниму наверное видео еще отдельно какие у меня будут весной на продажу потому что хост у меня очень много тоже вот такой полярный мишка вообще на этом все всем пока